В Самарском университете имени Королёва открылся Центр аддитивных технологий. Он войдет в создаваемую в России национальную сеть технологических центров аддитивных и сопутствующих технологий. Одним из проектов Самарского центра станет создание совместно с ОДК «Кузнецов» высокотехнологичного производства деталей и узлов газотурбинных двигателей. В областной столице прошла инновационная презентация «Футбольный арбитр» для футболистов и футболисток старших возрастных групп. Участникам рассказали об особенностях судейства и возможности пройти обучение в Академии РФС. Подробности смотрите в ближайших выпусках программы «События» на телеканале «Самары КИС». В Самарской области сегодняшнего дня вводятся изменения в расписании электричек. Как уточнили в пассажирской компании, это связано с проведением капитального ремонта пути на станции «Кинель». С расписанием можно ознакомиться в телеграм-канале «Самары КИС». В Сызранском районе сегодня произошло ДТП на трассе М5 «Урал». Столкнулись больший груз и легковой автомобиль. Известно, что пострадал один человек. Подробности уточняются. На месте работали сотрудники полиции и спецслужбы. В Самарской области в этом году стартуют мероприятия федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом». Пять районных больниц будут оснащены современными анализаторами гликированного гемоглобина. Планируется создание двух региональных эндокринологических центров в Самаре и Тольятти, трех межрайонных центров в Самаре-Новоглубежевске-Сызране. На борьбу с сахарным диабетом Самарская область получит 15 миллиардов рублей из федерального бюджета. До поры до времени он не дает о себе знать. Иногда это заболевание находит, обращаясь к окулисту. Сахарный диабет, вокруг него существует множество мифов. Правда и вымысел. В программе «Звоните доктору». Прямой эфир смотрите в 18.15 на телеканале «Самары КИС». В России владельцы машин европейского производства начали сталкиваться со случаями блокировки. Дело касается автомобилей, которые были ввезены в страну в рамках параллельного импорта. Когда автовладелец подключается к несертифицированному диагностическому оборудованию, автомобиль перестает нормально работать. Эта проблема затронула такие марки автомобилей, как Renault, BMW и Mercedes-Benz. В Москве начался эксперимент по имитации космического полета на Луну длительностью в год с участием шестерых добровольцев. Все они прошли жесткий отбор. Их лишали сна, высаживали в Подмосковье в холодную погоду, без еды и нужной экипировки, чтобы проверить готовность к сложным ситуациям. На основе данных, полученных в ходе эксперимента, ученые будут готовить реальный полет на Луну. Ученые из Мадридского университета установили черты характера, свойственные долгожителям. В этом исследовании приняли участие около 14 тысяч человек в возрасте от 100 до 107 лет. Как оказалось, этих людей объединяет 19 общих черт и одна из самых важных – любопытство. На втором месте по важности – жизнерадостность, религиозная вера, смелость и юмор. Ученые предполагают, что эти черты помогают сохранить здоровье, в том числе мозга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова